В Махачкале после капитального ремонта сдали очередной многоквартирный дом 32А по улице Ирчи Казака. По этому случаю во дворе собрались жильцы, приехали представители Дагестанского фонда капитального ремонта и общественной палаты республики. Среди гостей наша съемочная группа «Слово Секинат Малаевой». Эта пятиэтажка заселена почти полвека назад. С тех пор капитальный ремонт здесь практически не проводили. В начале 2000-х меняли коммуникации в подвале. И на этом все. Изменилось отношение в этом году. Дом включили в программу обязательного капитального ремонта. Пошел сдвиг. И мы очень довольны, что наши верхние этажи наконец-то вздохнут спокойно. Хотя я на первом этаже живу, но я знаю боль этих людей. А так, конечно, большое спасибо вам всем, что вы приняли такое участие в нашей воле, в том, что мы хоть что-то увидели хорошее. Пока в Махачкале сдали пять многоэтажек. Еще столько же на стадии завершения. Всего в рамках краткосрочного плана до конца года хватит 17 домов. Но и это не предел. В этом году появилась возможность включить в план еще 19 высоток. А все потому, что с каждым годом количество горожан, оплачивающих за капремонт, становится больше. Я могу сказать, что по итогам пяти месяцев данного года в целом, по Махачкале, как я отметил, 50% собираемости. Это хорошая динамика. Если мы в прошлый год завершили на уровне 35%, то я так думаю, что это положительно хорошая динамика. В доме 32 НРЧК заказа заменили кровлю, поставили в подъезде окна и двери. Работу строители сделали качественно и в срок. За добросовестное отношение к своим обязанностям им от фонда капремонта объявили благодарность. Часть заявленных работ сделали, но еще до идеала далеко. Для комфортного проживания людей в высотке надо полностью менять коммуникации, приводить в порядок фасад и, самое главное, благоустраивать двор. Представители Ленинской администрации поговорили с жильцами и заверили, за эти проблемы тоже возьмутся в самое ближайшее время. Продолжение следует...